Добрый день, девочки! Сегодня мы разберем построение лекал макетным способом. Почему ткань? Мы с вами разбирали метод при помощи клейкой ленты, малярного скотча, сегодня с тканью. Для кого подходит именно такой способ? Для тех, у кого нет манекена. Да, у меня сегодня стоит манекен, не живой человек, но такой способ можно сделать на живом человеке. То есть не только на манекене, а конкретно на клиента, на клиента сразу стирать. Нам понадобится обычная ткань, желательно, чтобы она не тянулась в обе стороны. То есть макетная ткань может быть не вот прям специально, а любая ткань, которая не тянется. У меня, к примеру, вообще идет бархат. Поэтому отрезаем примерно 40 см на метр и укутываем нашего человека или манекен, в моем случае. Укутываем так, чтобы ткань шла параллельно. Если манекен, можно втыкать как угодно, но если это человек, соответственно, иголку втыкаем вот таким образом. И переходим на перед. Что делать дальше? То есть у нас собираются некоторые складки, но нужно же понимать, где именно их прокладывать. Но мы сначала просто доводим до идеальной посадки. Неважно, где сейчас будет выточка, главное, чтобы была идеальная посадка. Так, пробуем закладывать сначала талевую выточку. То есть протыкаем насквозь. И стоит у нас вот такой холмик. То есть не вот так прижимаем, а холмика. Если вы делаете на манекене, то вы можете работать только с одной стороной. То есть только одну часть делать. Зачем вам делать двойную работу? Но если вы работаете с человеком, вам так приходится делать как минимум, потому что вам нужно замкнуть в круг вот эту ткань. То есть, а на самом деле до ума довести нужно только вот эту сторону. То есть от центра до центра спины. То есть одну сторону сделать. Да, иголочки бугрят ткань. Еще при этом нужно понять, все ли у вас правильно выходит. Выточка. В среднем получается сантиметров 4 внизу. 3,5. И выходим на грудь. То есть именно на грудь. По самой выкройке этой выточки не будет, но при построении она нам нужна. Здесь она такая маленькая получается. Маленький холмик. Будьте аккуратны, если вы работаете с человеком. Чтобы не проколоть ни в коем случае иглой кожу. То есть дальше. Во что мы уткнулись получается? Вот в такие складки. Почему они возникают? Сейчас разберем. Одной из причин является длина. То есть от корсета вниз должно быть где-то 2-3 сантиметра. Видите? Вот тут черта талии. Здесь в сантиметрах не явно не 3, а уже где-то 8. То есть все это нужно лишнее убрать, чтобы прилегание начало работать. Сразу начинаем убирать лишние сантиметры. То есть от талии вниз спускаемся на 4 сантиметра. Предварительно можете завязать шнурком нашу модель. Чтобы на ощупь ощущать, где эта резиночка или шнурочек находится. Чтобы держать ориентир в 3 сантиметрах от талии вниз. Все, видите? Складок стало меньше гораздо. Следующая выточка у нас идет, это боковой шов. То есть собираем боковой шов так, чтобы подтянуть все излишки вот с этого места. На одну выточку примерно используйте 2, минимум 2, максимум 3-4 булавочки. Видим теперь излишки поверху. То есть пока у нас собираются складки, значит что-то не так. Значит нужно удалять либо лишнюю ткань, либо добавлять какую-то дополнительную выточку. То есть подрезаем. У нас модель может стоять либо в нижнем белье, в бюстгалтере, с пушапом желательно. Так как подобную же чашечку вы будете вставлять в сам корсет. Также девушка может стоять в маечке, в топе. И вы по белью ориентируйтесь. То есть здесь идет линия белья. Главное, чтобы не оказаться ниже этой границы. То есть граница и сантиметр выше. То есть вот, это передел корсета. И вырезаем излишки. Еще можем слегка вот так натягивать, чтобы проверить. Потому что из-за того, что стоят булавки, идет такое некое сбаривание. Поэтому порой тяжело сориентироваться. Я сразу вырезаю со второй стороны. Потому что пока я не уберу, ровно не ложится. Здесь ориентируемся прям по замочку нижнего белья, чтобы найти центр. И выравниваем линию спины. Чтобы делать параллельную линию. Чтобы сейчас лишнее все отрезать сразу. Чтобы не мешался вот этот вот большой кусок. Все, что нам мешает, мы попросту удаляем. Запас сантиметр делаем. И все. Давайте посмотрим. Вторую сторону я тоже заколола. То есть мы закололи под грудью, над грудью, боковые. Даже если какие-то мелкие вот такие вот остались. Это возможно просто от булавок. И сделайте легкое натяжение, натяжение как бы юбки. Да, вес юбки. Если все разглаживается, то все хорошо. Здесь у меня кое-что проглядывает. Но это вот как раз вот из-за булавок. Ну, в принципе, все отлично. Начинаем рисовать. Что у нас первое интересует? Что самое красивое в кроссете? Это, естественно, чашки. То есть красиво отрисованная чашка – залог красивого, в общем-то, и платья. Какую границу мы можем использовать? Мы можем использовать границы того же самого бюстгальтера нашей клиентки. Если вы это делаете на манекене, то вы можете приложить чашку того размера, на который вы собрались это делать. То есть если у манекена однерочка, а вам нужна троечка, вы просто чашечку накладываете на манекен. То есть перед тем, как ткань накалывать. И уже поверх этой чашки, то есть, соответственно, делаете макет. И так будет, естественно, и проще, если вы прямо по ней и отчертите. Я использую обычную ручку фломастер. Не рекомендую использовать, потому что фломастер может пропитаться в ваш манекен. Первое, что мы должны сделать, это поставить центральную точку, откуда у нас птичка пойдет. На манекене может быть разметка. На теле человека разметки нет, но на нем есть белье, где тоже видно центр. Либо если у вас манекен без какого-то либо чертежа, берете сантиметровую ленту, отмечаете, делите пополам. То есть ищите центральную точку, с которой можно начать чертить. Глубину выреза тоже вы выбираете сами, потому что какой глубины вы хотите. Может быть у вас будет V вырез, либо глухой, либо вообще прямой. То есть что тоже возможно. Я сделаю классическое закругление. Зрительно, то есть как нравится. Корректировка, соответственно, возможно. Я сразу две сделаю, чтобы мне было понятно. У меня гелевая ручка, она хорошо пишет. Что можно еще сделать? Видите, у нас здесь такая вот складка, которую тоже можно убрать. То есть вот она еще одна выточка у нас образовалась. По ней, кстати, можно и ставить птичку. Чашка может быть также и фигурная. Отходите подальше, смотрите, нравится ли вам. Она может быть немного смещена, допустим, с асимметричным, с таким, как крылышко. Она может быть приплюснута, то есть более с открытой грудью. То есть учитывая, что здесь сосок. То есть кто-то любит заниженное, кто-то завышенное, кто-то вообще переходящий в бретель. То есть ищите свою идеальную черту. Если, тем более, вы делаете на клиентку, подводите ее к зеркалу, и она сама смотрит, то есть выбирает ей пониже, повыше. То есть это так даже, можно сказать, удобнее. Нижнюю часть чашки уже смотрим по кости, которая идет на белье, либо на манекене тоже переход. Есть он и он чувствуется как раз. Рисуем прям по нему. Для лекала используйте только одну сторону, потому что они все равно не могут быть идентичны, то есть абсолютно одинаковы. Поэтому лучше выбирайте какую-то одну сторону, и повторение зеркального. Зеркальное повторение уже делайте именно с одного лекала. Что касается наших выточек. Сразу помечаем, где у нас идет залом, чтобы когда мы будем разбирать, мы видели, где мы заламывали, где наша выточка должна идти. По выточкам здесь тоже проводим. Точка соска, то есть ищем центр. Сразу делаем нашу чашку. Кстати, вот здесь тоже проводим. По центральной точке нам нужно сделать параллельную дугу в верхней нашей дуге. То есть, образно сказать, она должна проходить вот таким образом. зрительно. А кому тяжело, вот просто берете, отмеряете линейкой, допустим, 7,5 см и 7,5 см везде прокладываете. То есть, чтобы провести такую же дугу. Вот эта часть у нас, то есть, будет часть номер 2, вот эта вот часть номер 1. То есть, 1, а это 2. Выточки, то есть, смыкаем уже, когда разберем полностью всю картинку. Так, центральная. Центральная у нас может быть цельнокроенная, поэтому центр мы можем не вывозить, либо вывести, но кроить уже как одну деталь. То есть, чертим здесь. Раз, два. Это у нас деталь номер 3. Следующая. Деталь номер 4. Выточку. Не забываем выточку. Смотрите, здесь у нас осталась одна деталь. Она может оставаться таковой, если у вас идет не плотный корсет в плане, не стабильный корсет, а немножко тянущийся. Допустим, из фатины, либо из сетки с кружевом. Он немного раздается, и в таком можно делать из одной детали. Если прям не тянется, если прям атлас, на котором видно каждую мелкую складочку, то лучше эту часть дробить на две. То есть, делим на две. Линия идет белья, то есть, в белье стоит человек, у него белье находится вот тут. Тогда корсет мы немножко делаем на сантиметр выше. На сантиметр выше. Он идет по прямой, по прямой, по прямой. И плавно переходящий в нашу чашку. Не вот с таким резким углом, а именно плавный. То есть, вы эту деталь здесь дорисовываете так, чтобы все смотрелось. Все корректировать, соответственно, можно. Корректировочную линию можно даже делать другим цветом ручки или бафломастером. По низу тоже отчерчиваем прям линию талии. И можно, если хотите, поделить пополам. Видите, здесь прям немножечко выточка складывается. Буквально полсантиметра. То есть, всего сантиметр. Просто 0,5 пишите вот от этой точки. И ее так вот вставляете. То есть, вот. Лекало ваше примерно будет выглядеть вот таким образом. Что будем делать здесь? Если у вас идет не замочек, то есть не потайная молния, а шнуровка, то для петельечек оставляем место. И именно для утяжки. То есть, 2 сантиметра отступаем. Вот эта деталь должна быть на 2 сантиметра короче. То есть, здесь у вас должно быть воздушное пространство. Итак, 4, 5 и 6. Все. Наш макет готов. Снимаем и делаем сборку. Так, отрезаем именно только одну из сторон. Режем прям пополам. Врезаем сначала по контуру. Уголочки смещаем, если они выглядывают из границы. Лекало, естественно, у нас еще без припусков. Припуски мы будем делать на бумаге. Либо на макетной ткани еще раз, чтобы перепроверить сильно шимирочки. Здесь можно прям убирать иголки. И вырезать по начерченному. У вас могут быть расхождения плюс, минус 1-2 миллиметра. Поэтому нужна будет подгонка. Если вы работаете с клиентом, у вас это может занять около часа. Ножницами, когда ведете, у вас, в принципе, еще более аккуратно выходит. То есть более прямо ножницы вас ведут по прямой. Здесь 0,5. Помним, что у нас выточка. Сантиметр надо убрать. Сантиметр надо убрать. все что у нас было в вытачке это не деталь это все убираем вообще то есть видите нижняя часть корсета у нас уже почти готова и чашечка смотрим на наши вытачки то есть вот вытачка нижняя ее просто смыкаем вот смыкаем вот наша деталь будет выглядеть так то есть когда мы будем кроить мы будем ее вместе отводить ставим вот такую меточку и здесь здесь у нас попали две вытачки накладываем так чтобы они лежали прям ровно вот так пусть здесь вот лучше зазор останется нам будет про нет накладываем так чтобы они смотрели были бы склеены эту вытачку тоже сводим вот таким образом если границы то есть больше или меньше просто и дорисовываем все сейчас мы будем дальше продолжать делать макет в общем там чтобы совершить примерку на манекене либо на человеке для этого нам нужно чертить наши детальки так чтобы был припуск на швы и собрать наши запчасти которые части состоят из двух из трех частей то есть чтобы это была единая картинка это можно делать как на ткани так и на бумаге на лекала чтобы оставались у вас на постоянную работу с ними я это буду тоже делать на ткани то есть работаем так чтобы у нас долевая была по долевой уток был то есть по ширине особенно если в дальнейшем у вас будет рисунок то есть ориентируйтесь по нижней линии расстояние держите так чтобы было не меньше двух сантиметров потому что припуск на шов у нас идет сантиметровый с каждой детальки и при помощи линеечки либо от руки че чертите один сантиметр то есть припуск внизу тоже чтобы вниз тоже подгибочка и не забываем ставить цифру и направление большее осложнение у нас будет с нашей чашечкой потому что все равно это была выпуклость и у нас какие-то зазоры остались которые естественно будут выходить при первой примерке где нужно будет подгонку делать это скорее всего на чашке я поэтому обвожу ее не только на сантиметр сверху но и прям по самому контуру чтобы видеть в каком месте у нас была такая некая ошибка точнее не ошибка достаточно сложно перевести выпуклость на плоскость это вот видите у нас тут либо зазорчик здесь появляется либо бугор здесь но совмещаю максимально их параллельно к друг другу и тоже обвожу сначала по контуру а потом в сантиметров припуск убираем вторую сторону корсета можно уже будет сделать из этих лекал то есть развернув их лицом к лицу врезаем же по контуру приготовим ниточки сейчас будем делать сборку наметку для первой примерки переходим к сборке деталей детали сметываем лицом к лицу по очереди то есть сметали одну сметываем следующую если вдруг у вас различие между деталями то лучше лишнее опускайте именно вниз потому что там можно подрезать но не наверху вверх выравниваете один в один сметываем в одну в одну нитку как раз с тем припуском который мы и делали то есть сантиметром либо 0 8 миллиметров и собираем это просто наметка то есть стежки временные и чем больше они будут по размеру тем лучше тем быстрее вы соберете закрепки ставим только по краям то есть здесь здесь узелок и здесь закрепку делаем в виде двух стежков на одном месте что касается чашечки чашечка на самом деле если вот так провести по дуге не совпадает с длинными то есть допустим здесь выглядывать начинает поэтому накладывая друг на друга оставляйте либо зазор либо совмещайте центр с центром и уже от центра пришивайте то есть сначала один край потом другой загибаем так чтобы линия у нас была срезать то есть пара по параллельно друг другу и каждые пару сантиметров то есть выравниваем выправляем у нас остался хвостик при примерке мы поймем что у нас не хватает а что лишнее то есть корректировку будем вводить и и в обратную сторону это самое сложное главное не присбаривайте гармошку то есть ввести нужно ровно чтобы получалось ровненько без пузырей на самом выпуклом месте прям каждый сантиметр приходится поправлять и здесь вот видите конус то есть тоже выводим так что чтобы срезы были бы параллельно и чашечку можете приложить сначала отдельно кстати срезами нужно направлять его вниз так теперь нам нужно соединить нижнюю часть корсета с самой чашечкой укладываем ее вниз и скалываем проверяем то есть совпадение у нас есть либо нам нужно сдвинуть немного а это а ну ну и и и и и передвигаемся аккуратно особенно в области выпуклость вогнутых деталей ведем параллельно прям каждый пару сантиметров сантиметр выравниваем параллельно и соединяем смотрим здесь у нас ровно здесь выступ идет на сантиметр но учитывая что это цель накроенная деталь и подгиб у нас идет сантиметр давайте пробовать на в манекене пробуем мерить что нужно первое умещать это чашку то есть чашку с точкой совмещать именно с сосковой то есть по ней ориентироваться немножко у меня есть смещение то есть вот здесь вот лишнее уходит такое ощущение что выточку подубавить можно то есть у меня припуск был сантиметра я сделала если 07 вот она лишнее лишний размер выше если у вас также что нужно сделать нужно распороть вот эту часть вот эту вести заново вот это все собрать сначала уменьшить побольше сделать точнее захват здесь и собрать заново уже по чашке но если натянуть и в общей сложности посмотреть то в общем то более менее все хорошо давайте посмотрим сразу загнем контур смотрим насколько красиво смотрится чашка может быть что-то еще скорректировать нужно так естественно если вы на человеке это делаете то просто подгибаете и смотрите не подкалываете ничего то есть сразу все подгибочку тоже проверяйте кстати кто хочет немножко заниженный сделать корсет сделайте прибавочку где-то сантиметр чтобы он был чуть 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 ниже ну в общем то мы справились то есть все у нас вполне хорошо только я исправлю немножко вот эта часть и сделаю ее чуть чуть уже просто прихватила именно маловато все в общем то сама лекала села что первое нужно проверять это именно чашку то есть если чашка сидит хорошо то по марке все остальные это уже так мелочи которые связаны именно с этой частью здесь проблем обычно не бывает ну что здесь достаточно достаточно все ровненько то есть все хорошо и так какие нам понадобятся еще материалы для нашего корсета это косточки которые будут по размеру груди то есть если двоечка однерочка то где-то 90 если больше то уже соточка на части продольные нам понадобится либо ригелин либо китовый ус ригелин проще в плане того что настрачивать можно прям по нему если вы взяли китовый ус то нужна еще тоннельная лента для того чтобы то есть они порой идут и подходят больше для прозрачного корсета ригелин подходит только для тех корсетов где есть подкладка клевая не обязательно мы можем делать такой некий сэндвич из если говорить про дешевые материалы это жесткий фатин плюс шантилье если вы берете атлас туда лучше проклеивать его клеевой следующий этап у нас это раскрою уже на материале не забываем что эти же детали нужно сделать в зеркальном отображении то есть для второй половинки накладываем цифрами вниз чтобы получить то есть детали второй стороны в общем то и все